Вот это французский, bonjour, je m'appelle Eugénie, et aujourd'hui nous lisons Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Это французский, и сегодня мы читаем «Маленького принца» Антуана de Saint-Exupéry. Voilà. Дело в том, что все, кто изучает французский, рано или поздно приходят к выводу, что им необходимо прочитать «Маленького принца» в оригинале. Я не знаю почему, но так происходит. Моя личная история, я прочитала, наверное, «Маленького принца» еще в школе, но уже в старших классах, потому что, насколько я помню, «Маленького принца» читают в пятом-шестом, и ты тогда не очень многое понимаешь. Ты понимаешь, ну, дружба — это круто, любовь классная, но к выводам каким-то особо не приходишь. Вот. И да, прочитала в школе, потом в старших классах, и буквально там у меня это заняло два часа. И сейчас было бы неплохо перечитать его вместе с вами, разобрать поподробнее уже с теми знаниями, которые мы имеем, я имею, вы имеете, да, и проанализировать вообще всю эту историю и с точки зрения лингвистики, и просто как с точки зрения хорошей такой притча, можно так сказать. Еще хочется добавить, что чтение этой книги, оно прям не для совсем новичков, ну, вы понимаете, да? То есть, если вы только начали изучать французский, вряд ли вы поймете. Нам будут встречаться такие времена, как «imparfait», «passé composé» и «plus que parfait» — три прошедших времени. Так что, если у вас уже есть, ну, уровень, допустим, A1+, вы «grand débutant», большие такие начинатели французского языка, если вы уже на A2, то добро пожаловать. Сегодня мы не будем заострять внимание на каких-то временах, но посмотрим хорошее выражение, словечки, и переведем текст. Поехали. Итак, начинаем с первой главы, будем читать по абзацу. Первый chapитр. Да, и вот у нас как раз этот рисунчик, ты вот, заглатывает жертву свою. Давайте переведем, посмотрим что у нас тут интересного. Первый chapитр. Первая глава. Сизан. Когда мне было шесть лет. Лёх, что жаве, сизан. Живу, инфуа. Я увидел однажды, один раз, инфуа. Une magnifique image. Чудесную, прекрасную картиночку. Une magnifique image. Dans un livre sur la forêt vierge. В книге о девственном лесе. La forêt vierge. Да, и интересно обратить внимание, да, книга «О». Un livre sur, да, хотя sur это предлог «на», да, sur la table, например, на столе. Но всё-таки книга «О», un livre sur la forêt vierge. Также можно сказать «parler sur le sujet», и какая-нибудь тема, да, говорить о какой-то теме, parler sur le sujet. Qui s'appelait histoire vécue, которая называлась «пережитая история». Можно так сказать, дословно перевести. Но, насколько я помню, в переводе русском это называется «правдивая история». Histoire vécue. Но vécue participe à ces глагола vivre, жить, пережитая история, причастие. Ça représentait un serpent bois. И это представляло из себя как раз удава. Un serpent bois. Да, serpent вообще змея. Вот, и во всей первой главе у нас это слово будет встречаться. Un serpent bois. Qui avalait un fauve. Который заглатывал дикого зверя. Un fauve. Итак, avalait у нас глотать, проглотить. Как раз вот un serpent bois. Qui avalait, peut-être c'est un serpain. Может быть, это мышка. Un serpent qui avalait un fauve. Un fauve, хищник. Да, хищное животное. Par exemple, леопард, c'est un fauve. Леопард, это хищный зверь. Хищник. Et voilà la копie du dessin. Et вот копie этого рисунка. Давайте еще раз прочитаем. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge, qui s'appelait «Histoire vécue». Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Voilà la копie du dessin. Вот копия этого рисунка. Идем дальше. Мы уже видим, что у нас тут появляется шляпа. Мы безусвестны, да? Посмотрим, что нас ждет. On disait dans le livre «Les serpents bois avalent leur proie toute entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Возьмем еще один абзацик. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro un. Il était comme ça. И вот этот как раз рисунок номер один. Итак. On disait dans le livre. В книге говорилось. On disait безличный оборот, безличная конструкция. Переводим как говорилось. Les serpents bois avalent leur proie tout entière. У давes, да, les serpents bois avalent, заглатывают. Вы видели это слово, да, уже в прошлом образце. Leurs proies, их жертвes. La proie жертвes. Tout entière, целиком. Да, например. Le monde entier, целый мир, par exemple. Sans la mâcher. Не разжевывая ее, не пережевывая ее. Да, mâcher, жевать. Дословно, sans la mâcher. Без ее, ну вот, la proie у нас заменяет местоимение la, да, жертву. La mâcher, разжевывать. Без ее разжевывать. То есть, когда у нас есть предлог sans, да, без. Плюс идет дальше инфинитив, в данном случае это у нас mâcher, то мы переводим это как дейпричастный оборот. Не разжевывая. Не что делая, не разжевывая ее. А ensuite, затем. Ils ne peuvent plus bouger. Они не могут больше двигаться. Et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. И они спят в течение шести месяцев, les six mois, de leur digestion. D'e digestion, пищеварение. То есть, они пока переваривают, они спят шесть месяцев. Вот, когда удав закладил свою жертву. Да, чтоб лучше запомнить. Mâcher, жевать. Le vache, elle mâche. Коровы, они жуют. Такой небольшой стишок. Le vache, elle mâche. Voilà. И пищеварение, это у нас digestion. Пищеварение, c'est mec a des problèmes avec la digestion, bien sûr. Да, у этого парня по-любому проблема с пищеварением, судя по картинке. И следующий у нас абзац. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures. Я тогда многое поразмышляла над этими приключениями, да? De la jungle, в джунглях. Вот именно jungle произносится по фонетике, да? Слова, которые у нас иностранные пришли во французский язык, обязательно нужно всегда проверять. De la jungle. Et à mon tour. Et, в свою очередь, j'ai réussi avec un crayon de couleur. Вот тут тоже, да, такая хорошая конструкция. Réussir, удаваться. Или получаться сделать что-то. У меня получилось с цветным карандашом, un crayon de couleur. Да, карандаш цветной. Карандаш цвета. À tracer mon premier dessin. Набросать мой первый рисунок. Мой рисунок номер один. Mon dessin numéro un. Заметьте, я говорю à tracer mon premier dessin. Да, мой первый рисунок, первый порядковое числительное выступает как прилагательное. Мой рисунок номер один. Mon dessin numéro un. Уже просто цифра. Номер один. Numero un. Il était comme ça. Он был вот такой. Comme ça. Да, помним? Comme si, comme ça. Так себе, да? Вот. И он был такой. И мы выписали тут à mon tour, отмечено. И tracer, намечать. À mon tour, свою очередь, да, хорошее выражение, а чтобы начать, высказывать свое какое-то мнение. В свою очередь, я думаю, что там удавы, они поглощают, например, aval, saprois, свою жертву, да, жертву, мы сказали, saprois. И tracer, как набросать. Вот, une trace, это след. А tracer, как оставить следы, можно сказать. Вот это мне очень нравится во французском языке, то, что все-таки поэтика какая-то есть. Вот набросать, и тут просто рекурсия идет. Бесконечный набросок. Voilà. Окей, прочитаем еще раз. Мы сказали в книге, «Les серпенс-бои завалят их прои полностью, без их махать. Ensuite, они не могут больше 動, и они спят за 6 месяцев в их дистанции. Я тогда много подумал, нахожусь на джонгле, и, на мой взгляд, с картином, с цветом, трacer мой первый десант. Мои десант номер 1. Он был таки. Итак, Так, идём дальше. Как вы думаете, кто такие grande persona? Большие личности, большие персоны, да? Ну, если так ассоциативно переводить это слово, вообще, персоны — это как человек больше, да? И grande personne — большой человек, то есть взрослый. Я показала мой шедевр взрослым, и я их спросила. Если мой рисунок их делает испуг, да? То есть пугает ли их рисунок? Фер пеор, а испугать кого-то. Вот этот кот точно испугался. Испугался французского языка. Фер пеор а келькому. Испугать кого-то. Эли м'он репонду. Пурква у шапоу ferait-il peur? И они, да, вот эти взрослые. Эли, м'он репонду. И они мне ответили. Пурква у шапоу ferait-il peur? Почему шляпа должна бы испугать? Да, должна бы нас испугать. Ferait-il peur. Ферей у нас тут уже используется кондицион презан, да? Сослагать ли на кланиняя. Должна была бы испугать. Идиом дальше. Моя рисунок не представляет шляпу, да? Моя рисунок не представляет па у шапоу. Он представлял из себя удава. Ки дежерей, дежестион, дежерей. Один корень, да? У нас там было пищеварение. Дежерей, переваривать. Который переваривал слона. И тогда я нарисовал интерьер, да? Дословно, удава. То есть, внутри, что у него находится. Чтобы взрослые могли понять. Здесь у нас употребляется субжонктив. Наклонение, которого не существует в русском языке. Обычно оно употребляется после выражения каких-то эмоций. В частности, сомнения, да? Но вот после, Афан КЮ, чтобы. После этого союза тоже употребляется субжонктив. Они всегда нуждаются в объяснениях. Устойчивые глаголы, savoir. Устойчивое выражение, savoir. Да, мой рисунок номер два был таким. Мы уже видели, да? Что или ты как-то, или ты как-то, или ты как-то. Вот. Да, и тут мы уже видим слона, который у нас находится аль-интерьер ду серпен-боа. Аль-интерьер ду серпен-боа. Внутри удава. Да, и посмотрим еще раз. Мы выписали с вами дежереть, переваривать. И avoir безон нуждаться в чем-либо. Например, у меня есть бисквит. Да, я не знаю, это бисквит. Печенька. 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 Окей, давайте еще раз печнем. Чуть-чуть по-босрее. Мон деснан не пц piękгоау. Он пц testing на петель. Печенька. Мон деснан. Печенька. И у нас начинается такая развязка. 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 И у нас начинается. И у нас начинается такая развязка. И у нас начинается такая развязка. Вот. Переводим. Я должен был выбрать другое занятие. И я выучился, научился водить. Что можно делать с самолетами? Их водят, а их пилотируют. Не знаю. В общем, управлять самолетом. Хорошее слово. Вот управлять. Пилот. Отсюда же и пилот. Я летал немного везде в мире. Я летал немного везде в мире. Вот они всегда вот это «en peu» ставят. «en peu partout». Вроде так и не скажешь «en peu partout». Немного везде. Это как вообще? Или они говорят все время «en peu beaucoup». Немного, а много. Вроде. Вот «en peu partout». Ну, почти везде в мире. Можно так сказать. Почти везде. «Elle géographie s'et exact m'a beaucoup servi». «Elle géographie s'et exact» Обращаю внимание, ты читаешь на конце. «S'et exact» Это точно очень послужило. «Servi», «servir» мне очень послужило. «Je savais reconnaître du premier coup d'œil». Я научился узнавать. «Savoir» — это не только знать, но еще и уметь что-то делать. Я вот уметь, но тут скорее я как научился бы перевела. «Я умел», научился узнавать. «Du premier coup d'œil» — «с первого взгляда». Хорошее выражение. «Le premier coup d'œil» — «первый взгляд». Да, мы видим, что «en homme est un bé amoureux» влюбился «du premier coup d'œil» с первого взгляда. «Le chine de l'Arizona». Вот это я не знаю, честно, что. «Le chine de l'Arizona». Ну вот тут вот пишут на форуме. Это все зависит от контекста. «Ce qu'il veut dire, c'est qu'il survole l'un ou l'autre l'envoie. «Du premier coup d'œil est capable de reconnaître savoir si c'est la chine ou l'Arizona». Да, то есть он смог с первого раза отличить «Китай» от «Arizona». Да, вот это «d» — это «от». Вот что меня смутило. Потому что «d» — это обычно как родительный падеж, да. И получается как аризонский Китай. Вот. То есть родительный падеж, он еще принадлежность, да, в себе несет вот этот смысл. Да, но тут «Китай» от «Arizona». С первого взгляда я сумел отличить Китай от «Arizona». «C'est très utile si l'homme t'égare pendant la nuit». Это очень полезно, если вы заблудились, да, если потерялись, опять безличный оборот. Вот «on est t'égare pendant la nuit» — во время ночи, ночью. «Égare» — сбиться с пути, терять, сбиться с толку даже в этом контексте. «On est t'égare, on est t'égare pendant la nuit». Что? Второй тут у нас небольшой амсад. «J'en suis eu au cours de ma vie», да, «И у меня также было», опять у нас «ensi» встречается, «au cours de ma vie», «в течение моей жизни». Красивое выражение. «au cours de ma vie», «в течение моей жизни». «Корсинка некрасивая». Не было другой картинки, к сожалению, вот. Только такая «au cours de ma vie», «в течение моей жизни». «В течение моей жизни» я имела множество контактов. «Dé tas de contats». И вот эта «en tas» на самом деле — это вообще куча контактов. Много контактов. «En tas de contats». У нас тут не выписано, давайте напишем «en tas de contats». Вот, «en tas de livres», например, «куча книг». Да, у меня была куча контактов avec des tas de gens sérieux. С кучей серьезных людей. «Dé tas de contats avec des tas de gens sérieux». Хорошо тут он так применил. Повторение. «J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes». Я очень много жила у «les grandes personnes». У взрослых или с взрослыми. «Je les ai vues de très près». Я их видел очень-очень близко. «Ça n'a pas trop amélioré mon opinion». И это «не слишком», «trop», «слишком», «amélioré» улучшило мое мнение «mon opinion». Да, как в английском. Да, то есть с этой точки зрения автор смотрит на взрослых, как исследователь по сути. Это очень забавно в тексте наблюдать это. Мне кажется, даже французский текст это сильнее передает, чем русский. «Я наблюдал за ними, я жил с ними, у меня была с ними куча именно контактов, а не знакомств». Да, вот такая лексика нам дает понять, что он подходит к этому вопросу как исследователь, как какой-то, да, как будто биолог, который изучает новый вид людей, можно сказать, взрослых. Очень хорошо. И нам остается последний абзац. И тут очень хорошее выражение, оно мне больше понравится на самом деле. И прочитаем быстренько этот текст. Поехали. 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 когда-нибудь экзамены дельфа или вообще ну любые экзамены по французскому там есть компрессион орале компрессион экрита да понимание орала устная да компрессион экрита понимание письменное понимание письменного текста компрессив понимающий но мы тоже иль мэр панды но всегда этот взрослый или взрослая нам не отвечала и тогда я с ними говорил ни о каких опять у меня уже в голове удавы никаких удавах я с ними говорил ни о каких детственных лесах мне говорили ни о звездах что это значит хорошее выражение да с ним нельзя было поговорить не об ужах этих тире удавах не в общем ни о чем с ним нельзя было говорить и жены мэта саппорт и я подстраивался под его уровень же мэта саппорт и и дальше идем соответствовать интеллектуальном уровне каком-то разве сюда с добавим с м3 на порт и 2 вот например дали мамон эл семей а ла порт и дуран фон да ребёнка на процесс под его уровень жули парли дуприджи дугольф до политика и дуковат и я с ними говорю с ним говорю да с взрослым об ридже огонь феополитики и оба галстуках у галстуках и лаканда персона это пьян контент и дуку нету а на пусть и казино и взрослый на конперсона был очень рад доволен это пьян контент дакон это знать быть знакомым он он оси казино с человеком настолько здравомыслящим да ну вот и все ребята я была рада с вами прочитать сегодня первую главу надеюсь что у нас будет таких выпусков почаще мы с вами одареем всю книжку конечно же пишите комментарии пишите как улучшить этот формат чтобы вы хотели видеть чтобы я тоже понимала я делала какие-то выводы для меня это все в новинку вот и возможно вы бы хотели сделать какие-то задания какие-то обсуждения по этой книге если у вас есть вопросы пишите в комментарии обязательно отвечу вот это был французский вот это было уже не слышь евгения всем пока бонжурный бонсуарай